а сам алейкум добрый день мы продолжаем вести трансляцию с места обыска у эдема крымского татарина который мы сегодня пришли к обыскам как мы видим общественность негодует так обыск проходит примерно 6 7 утра на данный момент уже более 3-4 часов как мы знаем со слов родственников со слов родных дом не допустили жену эдема вот детьми и знаем о том что это никак не объясняет не пускают также и адвоката родственники пытаются дать им приветствия сейчас выводят много джематов пришло поддержать своего героя и как мы видим даже с автоматом неизвестно для чего не верны мусульмальному крымским татарином пришли с автоматами видимо от дворец две газели подъезжает джип полиции джипа на область проводится это премьерное дело участки ведем катедрортические адвендации народ возмущен детям силовиков были общения скажем так где тоже проявлялись недовольцы разметило даже то что это происходит в месяц рамадан тот месяц который в мусульмане у нас решили только благие дела но ничто не пугает наших карателей никакие нравственные принципы как мы видим Мухаммад Мухаммад Расул-Иллах Аллаху Акбар Аллаху Акбар Будьте прокляты! Аминь! Аминь! Общественность, как мы видим, негодует. Все сразу пошли в дом, где супруга и родственники пытаются поддержать тех, у кого прошел область. Люди с негодованием, скрикиваем позор, провожают все злойков. По-другому это никак не знаешь. Позор! Позор! Будьте вы прокляты! Вот, вот, добрестные силаки. Да, его увезли. Насколько нам сообщил Крыминфорум, уже заранее обвиняют его, так же, как и из сервера Мусафаева, в участии якобы в экстремистской организации, которая будоражит межнациональный мир в Крыму. Поэтому, как мы видим, что столько общественность не пришло бы в дом крымского мусульмана, который был бы каким-то таким скрытым или маргиналом. Как мы видим, вот, жители поселка, города Большесара и со всех уголков Крыма, люди съехали, чтобы поддержать своего соотечественника, своего брата. Попытаемся сейчас проникнуть внутрь, хотя это очень сложно. Много женщин спешат выразить сочувствие супруге, родителям, которые напугали, ворвались. Вот, мы попытаемся прорваться и с первых уст донести вам информацию о том, как проходил обыск. Можно будет пройти, если не сложно. Такое большое количество мусульмана пришло бы поддержать своего соотечественника. Как утверждает родственники Дима, обыск прошел очень тщательно, забрали, походу, смену уже. Деньги балам брали, что-то брали из ценностей. Деньги, да, нет, вот это единственное, что они не забрали. Мы думали купюру переписывать так долго. Получается, вы были, да, то есть в доме, получается? Да, три девочки были. Вы дочь Димы, да? Да. Могли бы кратко рассказать о том, как проходил обыск? Ну, в 6 часов утра я проснулась от стука в дверь. Услышала, как... Я сейчас спрашу, кто там. Я подумала, Анашка приехала, потому что Анашки дома не было. Мы были втроем. Потом я услышала, я спрашивала в третий раз, во второй, в третий раз спросила. Они сказали ФСБ. Я начала быстро поднимать сестренок, бабашка встала, открыла им дверь. На пол, конечно, они его не ложили, просто культурно, может, как-то зашли. Мы предложили одеть им бахилы, они сказали, что это лишнее. Потому что здесь все равно нужно будет проводить везде обыск, все нужно изымать. Технику. И поэтому зашли прям так. В пакеты мы хотели им дать, на ноге, чтобы бахимя не нашла. Но они не одели их. А сколько человек было? Приблизительно. Много, сначала зашел, они с автоматами зашли, четыре человека. Затем зашел следователь, сначала маску снял во дворе и зашел сюда. И придаю ваш, как его, акт, что сейчас будет проводиться обыск здесь, в данный момент. То есть приблизительное количество, там, десять, пятнадцать? Сначала их было мало, сначала, может, человек восемь сюда зашло, а остальные все периметры дома находились. А в доме в этот момент кто находился, кроме вас? Вот мои две сестренки и бабашка, все, больше никого не было. Больше никого не было. А как себя вели, то есть, скажем так, это, если может быть, то есть обыск в грубой форме происходил или... Нет, не в грубой форме. Сначала, получается, они сказали, что начнем с комнаты детской, чтобы дети туда зашли. Начали, нас вывели сюда, мы сели, они, мы начали переговариваться, я стала успокаивать младшую. Они заткнули нам рот, я им сказала, что вы не имеете права, психологическое давление оказываете. И они разрешили разговаривать нам. Бабашка стоял, и говорит, я буду присутствовать при обыске, чтобы видеть, что вы будете сделать. И вот они с комнаты начали детской, потом перешли сюда, посмотрели кухню, посмотрели ванну. Ну, там не стали уже в комнате ничего делать трогать, потому что там только личные вещи и все остальное, там одежда. Вот именно с нашей комнаты все и принесли там. А когда они искали, говорили, что ищут именно? Ну, они сначала Бабашке сказали, что мы сразу можете вытащить всю запрещенную литературу, оружие или подобные вещи, которые у вас находятся в доме. Бабашка сказал, у меня сейчас ничего в данный момент тут нет, никакого оружия, я не террорист. Как бы он сразу стал, настаив на своем уме. Ну, и правоохранительные органы, они сказали, все, мы поняли и сразу приступили к обыску с детской детской. Так вот так, а все остальные пошли на улицу. Когда Джимат начал подтягиваться, как реакция была? Ну, вот как-то было заметно, что у них нет? Вообще, честно говоря, ничего не слышала, потому что у нас были закрыты окна, мы сидели здесь два часа на диване, потом мы перешли туда, и вот практически семь часов проходило выпуск, из шести начинаем. И вот они все в протоколе записывали это. А что предъявляет вашему отцу, скажем так, в постановлении, скажем так? Ну, вот они запаковали вот эти пакеты с книгами, то есть, литература, запрещенная литература. А статью какую меняют, скажем так? Не слышала даже, ничего не слышала. То есть, просто в информации Крыминформ прозвучала такая информация, даже заранее, да, что сегодня ФСБ задержало двух преступников, якобы связанных с Джимилевым, вот, и то, что они сожгли дом Муфтия, проводят межнациональные, скажем так, согласия, скажем так. Нет, нет, потом ничего не прозвучало, вот я то, что услышала, запрещенная литература. Пока они про это и говорили, что у вас находится, вы вынесли четыре пака, книги, запечатали их, вот, и вот он практически, вот, шесть часов он это сидел и заполнял в себе протокол. А вы когда спрашивали бабашку, куда уводят, они как-то комментировали? Нет, мы, он нам, получается, запретил бабашку разговаривать. Мы сначала здесь сидели, хотели с ним, а он говорит, разговаривать надо на русском, на татарском нельзя, потому что мы не понимаем. Ну, соответственно, мы перешли на русский, потому что бабашка спрашивала, где что находится, они начали распрашивать, где электроника вся, вытащили наш телефон, мы вот им отдали телефон эти все наши. А у вас ознакомились с постановлением, то есть показали это постановление или нет обыска? Ну, бабашка, когда вот только он зашел, они вот, он говорит, почему понятые и чужие, говорит, ну, я хочу своих понятых, они сказали, нет, это как бы предоставляемые понятые, которые были предоставлены именно с государством, да, да. Это понятые, Алик и Миссионенко. Хорошо. И постановление они бабашки просто вот так на рисочке повернули и показали. А протокол обыска был, делали, написали они? Да, они очень много записали, мы уже 6 часов вот записали. Так, изымали на, да, телефоны изымали, компьютеры. Все, компьютеры, все задали. Ноутбуки изымали? Да, блог, да. Нет, ноутбука не было, вот он планшет забрал, 4 телефона и, как его, блог. 4 телефона с телефоном. Да. Протокол, копий протокол оставили? Нет, я ничего не видела. Они должны были оставить. Вообще, честно говоря, они забрали с паспортом. Ну, заграничный паспорт, скорее всего, да? Да, да. И мой забрали, по-моему, паспорт, они были российские, кажется. Ну, потому что я стала сестренок успокаивать, а им, видимо, это не понравилось, что я начинаю говорить, что не надо на них давить, потому что они говорят, замолчите, то есть не разговаривайте. И поэтому мне пришлось говорить, что, ну, не наказывайте на него психологическое давление на них, на детей. Паспорт ваш что, изъят, да? По-моему, там, они, по-моему, мои паспорты. Сколько они жить? Вы проверяйте документы? Это украинский документ. Вот. Это с винистом. А внизу? Это у вас геометрический, да? Нет, это у нас и наш геометрический паспорт. Ну, а... Понятно. И вот дали адрес, куда можно поехать. А какой адрес? Город Симферополь, бульвар Ивана Франко, да. Протоколов никаких не вставили, да? Копи-протоколов, копи-посновения? Напомним, это вот Азамат Афайдер. Можете кратко рассказать? То есть, насколько мы знаем, вы пытались пройти во время пройдения обыска? Да, пытался с 8.30 утра в настоящее время. В нарушении всех существующих требований действующего законодательства по поводу права на защиту, право адвоката предоставлять правовую помощь своему доверителю, нарушение требований конвенции по этому поводу сотрудники ФСБ меня не пропустили. Более того, проводили обыск в присутствии малолетних лиц, несовершеннолетних. Ну, обыск проведен, ну так, очень так брутально, я скажу, и при этом нету копии постановления проведения обыска судебного, не оставили копию протокола обыска. Понятно, что мы будем выяснять, получил ли сам ЭДМГ копию протокола обыска. Вот, это они должны были сделать однозначно по требованию УПК. Еще и забрали паспорт старшей дочери ЭДМГ, что абсолютно незаконно, изъяли паспорт, не объясняя. Ну, вот она только что пояснила, что паспорт был изъят. По этому поводу, понятно, что будут жалобы, соответствующие инстанции. Вот, как и так, скачу в саун. Заходите. Здесь, что я как пояснил, что был изъят паспорт. Продолжаем нашу прямую трансляцию. Как видим, много людей пришло поддержать. Своего соотечественника. Попытаемся у кого-нибудь из Джимата. В Джимата взят интервью по поводу... Джимата, у нас тут прямой эфир Крымской солидарности. Не могли бы кратко охарактеризовать ЭДМГ? Просто, ну, жители Крыма, многие не знают его. Кто-то мог бы как-то прокомментировать его? Ну, как бы, рассказать о нем? Кто-то может соседиться? Кто-то может быть? Что о нем можно сказать? Он отсыпчивый человек. Никогда никому не отказывал. Ахамдуля, на пути Аллаха, всегда он уделял время, как говорится. Помогал Джимату. И сейчас, пока мы здесь стояли, все соседи его русские, которые проходили, говорят, за что они его обыскивают, что они от него хотят. Он хороший парень. Нам, говорит, приятно с ним общаться. Он, говорит, тихий, спокойный человек, говорит. Вот так вот мы его знаем. Что осталось? Как мы видим, Димат с сочувствием подошел к своему соседу за то, что называется небезразличие. Крымские мусульмане будут дальше показывать пример ненастильственной борьбы. Пример небезразличия к тем бедам, которые происходят с ними даже в этот благословенный для них месяц Рамадан. Мы будем заканчивать эфир. Пишите комментарии. В комментариях мы попытаемся ответить все подробности того, что осталось за эфиром. Мы будем заканчивать эфир.